Вы приняли решение изменить свою жизнь. Молодцы! Может, действительно, это и правильно. Хочу рассказать вам про тему, которая называется «Три волны развития». Это очень простое, но обидное упражнение. Все сталкиваются с стеклярным потолком. Кстати, без исключения я. Я не видел ни одного исключения из этого правления. Все! Меня в свое время очень расстроил тот факт, что есть люди, которые развиваются по-другому, не так, как я. Что есть люди, у которых совершенно другая модель жизни, но при этом у них получаются результаты. Модели разные бывают, но эти люди почему-то живут от себя. То есть они проявляют себя, как бы это ни было. Они не играют в чужую игру, играют в свою игру. Их людей очень мало. Хочу рассказать вам про тему, которая называется «Три волны развития». Это очень простое, но обидное упражнение. Я надеюсь, что оно обидное для вас станет. Мое выступление оскорбительное. Если мы по одной пассивной координат отложим время, ну, время вашей жизни. А напишите, кстати, год рождения, вот здесь вы напишите, 87-й я пишу. И напишите, пожалуйста, сколько лет вы собираетесь прожить. Статистически вы умрете в 60. Мы сегодня будем верить, что вы вне статистики. У кого какое число? 75, да? Допустим, 80. Смеряю, это получается 67-й год. Так, 67-й, мне сейчас 80. Вот это вот 40 лет мне будет. Вот это вот 20 лет. Вот это вот 60 лет. Вот это мое время. Мне, кстати, вот столько примерно сейчас, 30. И когда я смотрю, я еще достаточно молодой по отношению к многим из вас, но не по отношению ко всем, то я уже примерно сколько прожил? Примерно треть прожил. То есть 30% кончилось, все. А по другой шкале мы с вами отложим слово, которое мы назовем развитие. Мы не будем там деньги писать или... Ну вот развитие. Это было не мерзкое, а классное время вашей жизни. А теперь вы приняли решение изменить свою жизнь. Молодцы. Может, действительно, это и правильно. Зная это, проведите субъективно ваши ощущения, как вы развивались в вот этот период. И сколько волн развития у вас было реально. Давайте с критериями развития договоримся. Давайте признаки классной жизни. Вы в этот момент забывали поесть зачастую. Могли спать, могли не спать. Вас что-то заставляло вставать с утра. Было много людей, новых открытий. И была очень какая-то кипучая большая энергия. Вот как-то так было, да? Нарисуйте быстро. Не думая, а вот как оно было по вашему объективному ощущению. Как у вас это было? У меня так было. И так у многих людей. Первый этап развития, который мы с вами переживаем, это развитие до 21 года. Это то развитие, которым мы не можем не развиваться. Ну, то есть очень сложно деградировать и по ребенкам. До детства вот было вот так. Было постоянное время роста, 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 развития вверх. Да, сразу скажем, есть люди трех типов развития. Это одной волны, второй волны, третьей волны. Большинство людей, 94,9% это люди, которые живут в одной волне развития. Они развиваются до 21 года, и потом все. Потом они живут, работают. Вы видели, наверное, таких стариков 21-летних? Когда он институт закончил, у него ощущение, он все в жизни понял, знает, как нужно, какие отношения, какой бизнес. И у него такая колея, взятая ипотека, он точно знает, что 75 лет ему выплачивать ипотеку, ну и так далее. Ну, все как бы нормально. Есть другие, которые понимают, что я так не могу, я должен развиваться, мне должно что-то быть. И это, скорее всего, те люди, которые сидят здесь. Это люди, которые поняли тем, типа, ой-ой-ой, у меня, я опять на себе. Типа, что-то не то, что-то не то, плохо как-то, плохо, денег нет, женщин нет. И начинается вторая волна развития. Да, они изгоями себя называют, еще что-то, но не присутствуют. Но вы же такой, вас что-то не устраивало, вы понимали, что жизнь вот такая, это не то, что надо шевелиться, надо зарабатывать, нужны деньги, хотите есть, хотите кушать, приличную машину, школа детям. Ну вот, что-то вас двигало быть не такими, как все. Вы продавали, стремились, старались. И у вас была вторая волна, уже осознанная, когда вы свою энергию вложили в социальный успех свой. Знаете, в чем отличие первой волны и второй? Первая волна, они сначала развиваются в первую волну и потом свою энергию вкладывают в деятельность. А у вас по-другому было, вы сначала свою энергию вложили в знания, навыки, опыт, в научение, и это научение вы вложили в социальный успех, и поэтому вы дороже стоите. И большинство людей, к сожалению, так или иначе, но мы наблюдаем это на большой статистике, после первой волны развития, когда они заработают свои первые 500, 600, 700 миллион, может быть, они умирают. Как личность их больше нет. То есть у них происходит одна волна развития, а вся остальная работа, и их так перло, ребята, как их перло в этот период. Могли не есть, могли не спать, могли скакать, новые люди, и это было весело, здорово, много денег. А потом вся их жизнь, ну это такое вот, как правило, это бывает вот так все. Ну как бы это доживание, основываясь на личном опыте. Притом график денег, он идет не так. График денег у них идет, скорее всего, вот так. То есть вот он здесь вырастает, и как-то дальше они его не теряют. То есть они научаются не терять этот график денег. В 40 они богаче, чем они были в 27, но в 30 примерно их развитие уже закончилось. И таких людей, ну в обществе примерно еще процентов 5. Есть третий тип людей. 0, 0, 0, 5 процентов. Этих людей очень мало, которым нужна третья волна. Которые после вот этого взлета, они понимают, что деньги-то идут, но эмоционально у них почему-то идет спад. И это я вам признаки назову. Первое. Я по степени мотивации, профессионализма тот человек, которому больше всего нужно в моей компании. То есть у меня нет людей в моем коллективе, в моей компании, которые были бы более профессиональными, которым бы сильно лучше, чем сильно нужно тоже было бы. Если у вас в коллективе таких людей есть хотя бы один или два, кто хочет, вы еще бы более-менее не деградированный человек, не конченный в этом смысле. Надежда есть. Но, как правило, такого не бывает. Как правило, этих людей нет. И это нормально, кстати. Не пугайтесь. Надо признать, что все плохо для того, чтобы все было хорошо. Второе. Эмоций особо нету. Они были там, а сейчас их нету. И вы начинаете заедать каким-то способом. Это второй вот такой тип. Такое случается тоже. Я очень хорошо знаю эти критерии. Я очень их глубоко прожил все. Третье. Представьте картину «Бурлаки на Волге». Где вы в этой картине? Представьте. Быстро, да, ответ приходит? У кого-то быстро. То есть есть очень-очень маленький процент людей, крайне маленький процент людей, которые отсюда это осознают и могут выбраться вперед. То есть вот 99,9% людей, они живут вот в этой парадигме. И это нормально. Почему? Потому что мы существа биологические. И с точки зрения природы после 21 года развития не нужно. То есть что нужно с точки зрения природы? Чтобы вы выросли, родили потомство, обеспечили это потомство. Все, дальше вы можете умереть. В принципе, природе вы не особо нужны дальше. Поэтому развитие прекращается у большинства людей. И эти люди, они же как бы еще страдают иллюзией развития, они же что-то делают. Но реально то, что мы делаем, это повторение своего прошлого опыта. И я хочу задать вам вопрос. Упражнение маленькое, давай сделаем. Кто про себя может сказать сейчас, что он скорее сейчас находится в стратегии второй волны. То есть у человека, который был сильный, мощный взлет когда-то, очень мощный. А сейчас он хотел бы и борется над тем, чтобы перейти с второй волны в третью. Вот кто себя к такому человеку может причислить? Что он понимает, что вы второй. Поднимите руки, пожалуйста. Кто еще понимает такую штуку, что скорее всего то, что он делает каждый день, это повторение своего прошлого опыта. Что вот, что, сейчас, одну секунду, я еще немножко опишу это состояние. Вы скажете, так это или не так, что вы стали ходить в одни и те же рестораны и заказывать в одних и тех же ресторанах одну и ту же еду. Вы любите слушать одну и ту же музыку, которую вы, кстати, для себя открыли именно в тот период, когда вот шел вверх. Вы не рискуете новую музыку скачать. Она примерно вот та, вот которая там была. Вы, скорее всего, в работе много времени очень внутри процессов операционных, нежели занимаетесь все время процессами стратегическими. И у вас есть ощущение, что в целом вот все, что вы сейчас делаете, это такая колея и повторение прошлого опыта. Вот кто честно про себя так может сказать? Вот я такой, скорее всего. Мы это поняли про себя. Мы развивались очень плотно одно время, и мы все сталкиваются с стеклянным потолком. Кстати, без исключения я. Я не видел ни одного исключения из этого правила. Все. Все упираются в этот потолок, в потолок своего мышления. Вы являетесь самым сильным в своей стае. Среди вашего окружения вы самые мощные, к вам прислушиваете, вы классные. Я вам хочу следующий вопрос задать. Вспомните, пожалуйста, вот если у вас была такая волна взлета вторая, что происходило перед этим этапом 2-3 года? Что происходило 2-3 года до того, как график шел вот так, вот так, вот так и пошел вверх? Вот что было здесь? Вы наблюдали это? Что было здесь? Вот у кого что было? Что вы делали там? Чего было очень много реально? Дайте вот по руке просто. Семейная жизнь у вас была до этого? Лучше была? А, скучная семейная жизнь была. И вы поэтому начали работать. И она лучше стала, да? А, она ее не стала. Да, такой вариант. Негатив, страдание, кто страдал. А вот что вы еще делали? Можно спросить? Рутина у вас была, да, перед этим? А еще? Экспериментировали. Пахота у кого-то была еще? А кто отмечает, что в это время он достаточно много учился? Нового было в вашей жизни достаточно много. Новых людей, чего-то. Вот кто, у кого такое ощущение? Мы-то думали, прикиньте, мы типа организация, которая бизнес-молодость, там, про деньги, про все такое. Прикиньте, как мы думали, что мы понимаем, что нам делать. Но реальность, она очень быстро показывает, что ты ни хрена не понимаешь. Потому что вроде бы делаешь, ты вроде бы знаешь, а результат принципиально не меняется. Конечно, ты можешь этого не замечать, но мерзко же становится. Ну, мерзко, неинтересно, совершенно точно не так, как было тогда. Ответьте для себя на простой вопрос. В какой категории людей вы относитесь? В какой категории людей вы относитесь?